МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы поговорим с Артемом Борискиным, председателем первичной профсоюзной организации на скорой помощи в городе Пермь, и Михаилом Кабановым, врачом общей практики Тисовской сельской врачебной амбулатории и Суксунской центральной районной больницы. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Михаил Евгеньевич, первый вопрос к вам. Вы, пожалуй, как человек, который активно решал кадровые вопросы, а именно укомплектованность служб медицинскими кадрами, расскажите, как у вас обстоят дела в больнице с кадрами? Ну, в настоящее время обеспеченность кадрами Суксунской центральной районной больницы, я бы сказал, неплохая. Но есть вопрос в том, что многие врачи, которые получают подъемный миллион, они отрабатывают свои пять лет и уезжают из района. За последнее время несколько врачей к нам приехало, вот они отрабатывают и уезжают. Поэтому, значит, дефицит кадров, в принципе, в центральной районной больнице сохраняется. В том числе и есть сельско-кушевские пункты, которые не обеспечены сельсерами. А всегда ли так было или еще хуже была ситуация? Ну, текучесть кадров во всех районных больницах, скорее всего, она всегда была. И я думаю, что за последнее время ситуация, в принципе, не изменилась. Хотя, когда начали выплачивать подъемные, значит, миллион рублей к врачу при переезде сельской местности, укомплектованность врачебными кадрами, в принципе, улучшилось. Но это не дало 100% компликации врачебными кадрами. А в каких направлениях самая острая нехватка чувствуется? Вот вы говорите, неплохая вроде бы ситуация, но где-то, может быть, все-таки совсем плохо. Ну, сейчас у нас ощущается дефицит в специалисте хирурген. Здесь один хирург работает неукомплектованная врачом общей практики ключевская сельско-врачебная амбулатория и несколько сельско-акушерских пунктов. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы врачам было престижно, привлекательно ехать в села, в малые города? Почему сейчас даже деньги не удерживают больше пяти лет сотрудников? На этот вопрос однозначно ответить нельзя, конечно. Почему? Потому что, ну, это в первую очередь, наверное, быт. Во вторую очередь, в свободное время человек, в принципе, должен потратить не только на пассивный отдых, но и на активный отдых, посещение культурных учреждений, театров, кино и так далее. В районах этих услуг очень мало, дефицит. Ну, я, с другой стороны, думаю, наверное, все-таки самое важное, это все равно обеспеченность врачей и других медицинских работников финансами, то есть заработной платой. Михаил Евгеньевич, спасибо. Артем, теперь, пожалуй, к вам вопрос. Вот как, по вашему мнению, да, решат ли новые выплаты из госказны проблему нехватки врачей на селе в Пермском крае? Если да, почему решат? Если нет, то вот почему? Я думаю, что новые выплаты проблему также не смогут решить, как и старые, поскольку, если даже чисто практически подойти к этому вопросу, то это ведь, по сути, не очень большие деньги. То есть, допустим, специалист, врач, да, врача давайте возьмем, который соглашается на 5 лет ехать в сельскую местность за 1 миллион рублей. Если поделить, получается, эту сумму, как, так скажем, на ежемесячную заплату, то это получится что-то порядка, по-моему, 15-20 тысяч каждый месяц плюсом к твоей зарплате. Ну, это так, грубо говоря. Как правило, медицинские учреждения за пределами краевого или областного центра как минимум оставляют желать лучшего. Ну и плюс также, как уже ранее сказал коллега о том, что, как правило, за пределами краевых и областных центров очень мало мест, где можно просто жить помимо работы. Сейчас такая ситуация еще складывается. ФАПов очень много строят и продолжают строить, но есть ли в них кому работать? Вот есть ли у вас такие данные, как там с укомплектованностью? Я такими данными, к сожалению, не располагаю. Я знаю только ситуацию в своем городе, в Перми. И здесь тоже, как бы, с кадрами все не очень хорошо. Так что могу подозревать, что в малых городах, в поселках с кадрами все может быть только еще хуже. А какая самая острая нехватка кого? Каких специалистов? Если говорить о скорой помощи, то нехватка всех специалистов присутствует. То есть у нас, в принципе, должно быть больше бригад в городе, чем есть сейчас. На бригадах всегда должны работать по два медицинских специалиста. Сейчас складывается такая ситуация иногда, что днем медики работают по одному, выполняя работу за двоих сразу. То есть это может быть фельдшер, может быть врач. Соответственно, так как нет другого работника, кто мог бы выполнять эту функцию, то это либо фельдшер, либо средний медицинский персонал, как я. Почему, по вашему мнению, за последние 5-10 лет проблема нехватки врачей только нарастает? И есть ли шанс у региональных властей ее решить? Да, нет. Проблема нарастает по многим факторам. Во-первых, заработная оплата в медицине оставляет желать лучшего. То есть мы, наверное, медики все знают о указах президента 2012 года, о том, какая должна быть зарплата. И знают, что реальные цифры до нее, к сожалению, не дотягивают. То есть это часто числа, сравнимые с прожиточным минимумом. Во всяком случае, у среднего медицинского персонала, особенно в больницах. Ну и, в принципе, сам престиж профессии, он тоже несколько упал, мне кажется, с момента того, когда... А вообще проблема, по-вашему, она решаема, нерешаема? Если да, какими способами, какими методами? Что нужно сделать региональным властям, федеральным властям? Я думаю, что нужно всерьез взяться за обеспечение материальной части медицинских работников. То есть речь идет не только о зарплатах, но речь идет еще и о материально-техническом оснащении учреждений, для того, чтобы можно было работать современными методами. Что, допустим, недоступно в тех же малых городах, селах, поселках и прочих населенных пунктах. Артем, спасибо. С нами на связи был Артем Борискин, председатель первичной профсоюзной организации на скорой помощи в Перми. И Михаил Кабанов, врач общей практики Тисовской сельской врачебной амбулатории и Суксунской центральной районной больницы. И обсуждали мы расширение мер поддержки для переезжающих работать в отдаленные территории медиков. Редактор субтитров А.Семкин